Ивановым, похоже, дело не ограничится. Зачищать будут весь клан, хотя пойдет ли сам Шойгу под ножи или нет, это уже еще, скажем так, вопрос открытый. Первый замминистра обороны РФ Руслан Цаликов может покинуть свой пост в связи с уходом на пенсию. Он уже ходит на допросы ФСБ. Помимо самого Цаликова, следствие вызывает на допрос его старшего сына и ряд помощников. Вероятность смены статуса замминистра со свидетеля на подозреваемого все выше и выше. И, как пишут источники БРИФ, в секретариате министра обороны уже готовы два приказа. Первый на уволение Цаликова, второй на его отпуск и прохождение лечения с последующим увольнением. Зачем Путину нужны эти чистки? Можно ли говорить об этом как о чистках? Мы знаем, что Путин к своим шавкам всегда лояльный. И в худшем случае речь идет о ротациях. Он крайне без большого аппетита вообще расстается с людьми, насколько я знаю, если они демонстрируют лояльность. В этой ситуации, как всегда, может оказаться несколько кривых отражений в разных зеркалах. И, в частности, картина, которую мы с вами не видим. Есть отдельно Шойгу, к которому это никоим образом не имеет ни мовещего отношения. Он абсолютно не зыблен, потому что посажен в свое кресло непосредственно главным на планете Земля человеком. И, в принципе, сколько бы под ним чего бы ни происходило, это не имеет отношения к нему. Он может провалить работу, он может улучшить работу. Это не имеет никакого отношения, потому что он сам по себе является неким самостоятельным активом, главным козырем Путина, у него больше никого нет. Поэтому это события, которые не вокруг Шойгу и к Шойгу отношения не имеют. Происходит, ну, по крайней мере, видится один из таких сценариев. Тимур Иванов – это человек, который на протяжении всей своей карьеры прекрасно совершенно ел руками, ртом, ногами, всеми остальными частями тела, которые имеют некую хваткость. И он подавился собственной жадностью, потому что теперь, вот, оказавшись на планете в кресле, который дает ему погоны, это как раз очень интересная такая коллизия последнего периода советской власти, когда погоны есть, а звания нет, потому что он не генерал, он советник первого класса, но при этом у него генеральские погоны. Такая очень двойственная игра, когда гражданские люди оказываются в красивых должностях, полагающиеся под погоны, у них есть и кителя, и фуражки, но при этом они не являются военнообязанными. То есть он не генерал, он именно советник первого класса. И вот этот советник первого класса, я вас, кстати, расскажу. Маршал всего лишь картонный, помните, его называл так Гиркин Стрелков? Да, они действительно там все абсолютно картонные, и у них, кстати, по погонам видно, погон уже армейского, и у него все шитье голубное, оно не золотое, а серебряное. Вот те, кто ходит с белыми звездами, с белыми просветами, это все как раз гражданские лица там, и у них есть какая-то отставная красотка, такая слегка раздобревшая до размеров холодильника, которая все время занималась, если не ошибаюсь, тем, что торговала лицом, и сейчас она кто-то, то ли замполит, то ли комиссар, то ли что-то, там типа дочка полка, но она тоже в генеральских погонах отвечает вроде бы за сношение Шойгу с внешним миром посредством public relations, что-то вот такое. Должность очень генеральская, очень мутная, она тоже гражданский человек. Произошла картина неприглядная, абсолютно кулуарная, не имеющая никакого отношения к тому, что в действительности, а именно дележка наследства Пригожина в Африке. После Пригожина осталось несколько приватизированных государств и несколько алмазных приисков. На эти алмазные прииски уже выдвинулись дети, кого надо, и они там руководители, которые будут с этого бизнеса кормиться на протяжении поколений. И вот сейчас, когда бесходным показалось кому-то на 5 секунд очень опрометчивое это хозяйство, и захотелось принять участие в его дележке, то Иванов ринулся туда, потому что человек, который привык, ни в коем случае не стесняться. И он решил, что это тоже может быть его. Но Африка, Пригожин, они находятся под ФСБ, а не под Министерством обороны. Здесь ему очень не повезло со статусом. Пока он сидел где-то в тени и хвастался на каждом телефонном звонке, что он личная креатура Шойгу, поэтому он не зыблем. И в принципе, если что-то я сразу звоню папе, и папа меня спасет. Это не сработало, потому что все Министерство обороны не стоит выеденного яйца лейтенантов ФСБ, допущенного до дележки Алмазов и государства, которые приватизировал Пригожин в Африке. И здесь сначала посадили, потому что не по сеньке шапка. Надорвался на жадности, полез не в свое. Кормился вот это совершенно спокойно с Министерством обороны. Кто тебе мешал воровать? Когда сейчас пытаются придумать состав преступления, связанный с мошенничеством, с превышением должностных полномочий, с коррупцией, слушайте, эта структура так работает, там коррупция не является уголовным преступлением, она является системообразующей. Это принцип работы российского государства. Это то же самое, что посадить таксиста за то, что он вышел в рейс. Нельзя за это посадить таксиста, можно попытаться его посадить за что-то другое. И Иванов сейчас сначала обезврежен. Его сначала взяли, сначала посадили, сначала заперли, а потом начали придумывать под него уголовное дело. Потом решили, ну, слушайте, в конце концов, мы должны будем перед всей страной отчитываться, например, к имени телеграфным агентства Советского Союза в официальном коммунике о том, что с Ивановым что произошло. На красный сигнал светофора прошел, нет, пожалуй, не то. Значит, в детстве сестренку мучил, тоже не то. Харрасмент ему не припишешь, так педофилия как-то неудобняк, все-таки свой пацан. Давайте его посадим за что? Давайте его посадим, ну, за коррупцию. И вот теперь все те остальные фигуранты, которых похватали, а теперь на ведро базарный день, их косят и косят, они все не заканчиваются, не заканчиваются. Это не те, кто в чем-то виноват. Это те, кто могут дать материал для того, чтобы сформировалось нормально, хорошее, добротное уголовное дело. Потому что теперь дана команда. Значит так, Иванова из игры вывезти, чтобы на Африку больше зуб не точил. Дальше найдите ему любое преступление. Слушайте, ну, давайте поищем, в конце концов, то, что лежит на поверхности. А на поверхности лежит у всех одно и то же. Потому что этот сценарий с коррупцией, он касается любого. Хочешь в прачечную, зайди с этим. Хочешь в Министерство культуры, хочешь в Министерство обороны, ты везде найдешь абсолютно одно и то же. Потому что это правила игры, по которым устроена эта страна. Даже искать ничего не надо. Поэтому пошли по пути наименьшего сопротивления. Начали формировать состав преступления, связанный с коррупцией, взятками, откатами и повышением должностных. Потому что сейчас обязательно выскочит еще несколько стадей. И под это дело сейчас срочно набирают фигурантов. Открыт конкурс на замещение бакантных должностей фигурантов уголовного дела по коррупции в Министерстве обороны. Вот и все. Поэтому взяли подрядчика, поэтому сейчас возьмут его шофера. Поэтому сейчас обязательно нахватают еще каких-то там мелких прорабов, еще каких-нибудь крупных прорабов, завскладом. Опять-таки там поставщиков цемента, арматуры, асфальта. Они все пойдут вместе. Потому что чем шикарнее дело, тем больше подвижения по службе. Теперь, когда дали команду ФСБшникам косить вот этих, которые под министерскими ходят, тут можно будет в том числе выслужиться. И если у тебя один фигурант, ну так себе делится, там 100 томов, не больше. А если у тебя тысячи фигурантов, это тысяча вагонов с компроматом, с материалами. Очень опасная игра, потому что в результате оперативно-следственных мероприятий можно выйти на самих себя. С этим нужно быть осмотрительным. Но, когда у тебя, помните, как у «Черном обелиске», нет, у «Ремарка» это было, по-моему, да, в «Черном обелиске», когда коменданты немецких кладбищ хвастались, у кого больше генералов лежит по гости. И один из них интриговал тем, что у меня ни одной генеральской могилы нет. Ну дайте мне генерал, а то у меня тут лейтенанты, обер-офицеры, полковники есть. Генерал ни одного. И когда ему наконец-то похоронили генерала, все, карьера удалась. Вот здесь то же самое. Давайте побольше генералов, потому что если ты нахватаешь каких-нибудь там прорабов, ну так себе дело, конечно, тоже неплохо, и тоже выслуга, и тоже орденская планочка какая-нибудь. Генералов хочется. Генералы будут. Вот сейчас их обеспечат. Поэтому есть отдельный сценарий, связанный с непотопляемостью Шойгу. Неважно, чем она занимается. Шойга может быть заместителем министра, может быть губернатором какой-нибудь региона, Московской области, например. Может быть министром чего угодно. И это личная креатура. Это тот самый человек, с которым они вместе на одном медведе, на одном стерхе, за одной амфорой ныряли. Просто мы не всегда видели там еще бравый отцвет этого великого человека, который на всякий случай, если что, перехватит в том числе еще и падающий скипетр и державу. Потому что когда нужно будет на кого-то положиться, ну не дочку же на престол сажать, а разговор о том, что там, знаете ли, вот слушал, прошел. Мы тут видим в этой поднятой брови, что следующим преемником Путина будет назначен какой-нибудь Петр Петрович Сидоров. Да нет, ребята, ну что вы, пока Шойга есть, она будет. Во все времена, потому что мы помним, что сажают всегда самого проверенного, а самый проверенный это он. И более проверенного не найти. И поэтому Шойгу не потопляем, а Иванов это просто обычный чиновник. Ну просто полез не в свои сани. Ну просто слишком жадный. Воруй себе спокойно на Мариуполе. Строй там, хоть что угодно, потому что через полгода от этого ничего не останется. Все, за что ты сегодня отчитался в Мариуполе, предъявил сметы, оправдал финансирование, показал, что у тебя не было нецелевого расходования средств, будет ракетным огнем уничтожено при штурме, когда украинская армия пойдет обратно отбирать Мариуполь. И все эти постройки будут списаны. Почему такой выгодный подряд? Не потому что он имеет какое-то приоритетное финансирование. То же самое было в Чеченскую войну, когда отчитывались о реставрации, строительстве или ремонте старого нефтяного завода или какого-нибудь клуба. Потом ложилась докладная записка об уничтожении и результате террористической атаки и финансирование начиналось по новой. На самом деле никто не строил, никто ничего не делал. Но в отличие от Мариуполя, куда все-таки предъявили Потемкинскую деревню, даже двойника Путина выгуливали там и кричали ему в спину, это все вранье. Но чем выгоден военный подряд? Вот именно тем, что сегодня то, что ты построил, за любые деньги, ты эти деньги освоил, а завтра этого не будет. Потому что на войне придет другая армия, и когда она оттуда будет выбывать российскую армию, это так или иначе неизбежно все будет повреждено либо уничтожено. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok